Нагрузка увеличилась, но пульс нормальный. На городское здравоохранение сейчас легла дополнительная ответственность. Помимо жителей курорта и приехавших на море отдыхающих, медики должны быть готовы принять и болельщиков чемпионата мира по футболу. Уже сейчас каждый день в сочинские учреждения здравоохранения обращаются порядка 15 тысяч пациентов. Бригады скорой помощи дежурят во время проведения всех массовых мероприятий. Мы прошли большое обучение, большую профессиональную переподготовку. Мы получили новые автомобили, великолепно оборудованные. Весь персонал прошел обучение работы на этом оборудовании, то есть все научились на нем работать. Этот опыт, который у нас есть, это очень большое подспорье и очень большое концептуальное наш, можно сказать, выигрыш перед другими, потому что есть понимание у каждого звена здравоохранения, кто что должен делать. На станции скорой помощи по улице Гагарина проведен ремонт. Отдельная подстанция построена в ЛАО. Линейные бригады оснащены планшетами, что ускорило передачу вызова с центральной диспетчерской на 3-4 минуты. Только в прошлом году сочинская станция получила 20 новых реанимобилей. На сегодня их уже 117. Готовы к неплановому приему и стационары. Это современная больница с возможностями оказания помощи больным с острыми формами ишемической болезни сердца и не только самых современных методов обследования и лечения. Таких же точно, которыми лечатся пациенты в ведущих клиниках России, ведущих клиниках Краснодарского края, таких как Краевая клиническая больница, ведущих клиниках Европы и мира. Довольно не только врачи, но, что главное, пациенты. Оказали должное внимание, поставили диагноз, получаю лечение в полном объеме. Никаких препятствий в получении лечения не вижу. Все устраивает, все очень хорошо, добродушно весь коллектив. В холле 4-й горбольницы карандашные рисунки. Портреты футболистов выполнены сочинскими школьниками. В стороне от шагающей сегодня по миру футбольной лихорадки медики не смогли остаться и после работы. Многие не только пропагандируют спорт, но и сами активно играют на поле. Начиная с 98-го года, когда я первый раз пришел в 4-ю больницу в качестве интерна, у нас образовалась небольшая команда, которая до сих пор тренируется еженедельно. Мы тренируемся в течение уже практически 20 лет. День медицинского работника отмечается в 3-е воскресенье июня. С наступающим профессиональным праздником врачей и медсестер поздравил глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, что быть медиком – это огромная ответственность. Понимая это, власти курорта много внимания уделили модернизации этой отрасли. Отремонтированы детская и взрослая поликлиники на Макаренко, детская больница номер 9, детские поликлиники на Чайковского и в Морском переулке, муниципальная стоматология, поликлиники на Донской и Конституции. Четвертая городская больница теперь одна из лучших в стране. На ее базе созданная и прекрасно себя зарекомендовала кафедра хирургии. Недавно привезенное оборудование для операций на глаза помогает вернуть зрение в большинстве трудных случаев. В нашей стране операции подобного рода могут делать всего лишь около ста человек. Девять из них работают в Краснодаре. После прохождения специального обучения такие высококлассные специалисты появятся и в Сочи. Открываются и офисы врачей общей практики в селах. Недавно такой появился в селе Прогресс. Через две недели начнет работать отделение в Краевско-Армянском. На сегодняшний день на страже жизни и здоровья жителей Сочи стоят более 6 тысяч медиков. Со своей стороны мы делаем все возможное для того, чтобы создать комфортные условия для работы и решить жилищные проблемы. На данный момент мы выделили нашим врачам и медсестрам 220 квартир. Эта работа будет продолжаться. В этом году медикам выделят 20 квартир. Из них 10 передадут врачам, которые долго работали в Сочи. А вторую половину привлеченным в город специалистам. Как итог этой стратегии – показатели здоровья сочинцев. Они – одни из лучших в крае. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.